Выравнивать экономическое положение Казахстан будет по примеру Канады и Австралии. Карим Масимов назвал их модель развития наиболее приемлемой для нас. За последний год их национальные валюты также пережили падение. Как теперь будет определяться курс тенге в нашей республике, расскажет Жанна Рахимжанова. Так стремительно график торгов иностранными валютами на казахстанской фондовой бирже не менялся с февраля прошлого года. Вторые сутки валютный рынок штормит. Обменные пункты только и успевают менять показатели на табло. Впрочем, такая картина была вполне ожидаемой. Нестабильный еще с прошлого года российский рубль, девальвированный юань и дешевеющая нефть не давали тенге удержать свои позиции. В итоге правительство решило отпустить национальную валюту в свободное плавание. Курс теперь определяет рынок. Если цена на нефть повысится, нефтяники будут получать больше валюты, им нужны тенге, они больше будут продавать эту валюту. И цена на доллар будет падать, как с яблоками. Если больше яблок на рынке, цена на них падает. Если цена на нефть будет падать, уменьшаться, нефтяники будут меньше предлагать долларов на продажу, потому что они будут меньше долларов покупать. Меньше долларов стало, курс повышается. И вот это называется рыночный курс. О том, что дальнейшее сдерживание курса уже невозможно, стало ясно еще накануне. После непродолжительного периода видимой стабильности цены на нефть стали вновь падать. Баррель марки «Брент» потерял в цене больше 3% и опустился ниже отметки в 47 долларов. А доходы от добычи и экспорта черного золота составляют четверть ВВП и 60% платежного баланса Казахстана. Да и отечественные производители один за другим били тревогу. Из-за девальвации в соседних странах рынок заполонили дешевые товары, в конкурентной борьбе с которыми казахстанские проигрывали. Десятки предприятий оказались на грани разорения, а люди теряли работу. Это одна из таких, как говорится, палка о двух концах. Мы помогаем экспортерам, мы помогаем залатать дыры в бюджете, как-то помочь ему. Но с другой стороны, мы теряем покупательский спрос на себя. И теряя покупательский спрос населения, опять-таки вряд ли отечественный производитель, не сырьевой, сможет увеличить свои продажи ввиду того, что население будет меньше покупать. Вместе с тем в Национальном банке сегодня заявили, переход к плавающему курсу не отменяет требования к разнице между покупкой и продажей валюты в обменных пунктах. Она не должна превышать двух тенге.